Течение Гольфстрим, который играет важнейшую роль в формировании климата в северном полушарии, слабеет и теряет мощь. К такому выводу пришли ученые. Они изучили данные, в том числе косвенные, за последние 1600 лет. Замедление в нынешнем столетии можно считать беспрецедентным. Такого не было никогда. Каждую секунду с юга на север и в обратном направлении перемещается почти 20 миллионов кубических метров воды. Теплое с экватора движется к берегам Западной Европы, холодное опускается на глубину и следует на юг. Это непрерывный процесс, огромный климатический конвейер. Если он вдруг остановится, то последствия будут непредсказуемые. Летом адская жара, а зимой наоборот лютый холод. Причем не только в Европе, нам в Сибири тоже аукнется. Погодным аномалиям посвятим часть программы «Вечерний хэштег». Мы начинаем и вот еще о чем поговорим сегодня. Коронавирусный обман. Мошенники наживаются на поддельных тестах в сети бум-фейковых сайтов. Снежный плен. Тюменцы больше суток провели на трассе из-за непогоды. Кто их выручил? Участники спасательной операции – гости нашего эфира. Так все-таки потепление или похолодание? Что творится с погодой и почему природные катаклизмы происходят все чаще? Обсудим с экспертами. Но в начале ситуации с коронавирусом, судя по статистике, пандемия отступает. В России сегодня по данным сайта stopcoronavirus.rf выявлено 11 086 новых случаев заражения. Это наименьшее число с начала октября. Всего за месяц показатели опустились вдвое в Тюменской области за минувшие сутки. Плюс 85. При этом важно отметить, что несмотря на снижение заболеваемости, объемы тестирования не падают. На сегодня в России проведено свыше 110 миллионов лабораторных исследований на коронавирус. По этому показателю наша страна вышла на второе место в мире после Соединенных Штатов. По количеству проведенных исследований на 100 тысяч населения Тюменская область занимает 13 место среди всех субъектов России. Лидер Ямал. Там на 100 тысяч населения проведено 300 тестов. 300 тысяч тестов в два раза меньше в Москве и Санкт-Петербурге. Они занимают второе и третье места, соответственно. Наш соседий Югра на 10 месте с показателем 117 тысяч. По общему количеству проведенных исследований наша область также входит в топ-15. Всего в области проведено свыше полутора миллионов тестов. Сколько нам еще предстоит сдавать ПЦР-тесты? Они теперь с нами навсегда. Эту тему обсудим с гостем программы о лабораторных исследованиях на COVID-19. Сегодня будем говорить с начальником управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Тюменской области Ларисой Коноваловой. Лариса Юрьевна, добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам. Ну вот, ответьте нам. ПЦР-тесты теперь с нами навсегда? Или в течение какого-то ближайшего времени они уйдут в прошлое? Они будут с нами, пока с нами будет коронавирусная инфекция. Мы делаем ПЦР-тесты не только на коронавирусную инфекцию, поэтому эти лаборатории в любом случае с нами навсегда. Ну а по тому, насколько долго останется с нами коронавирусная инфекция, зависит и от нас, и от вас в том числе. От нашей ответственности? Да. Ну, судя по статистике, по количеству проведенных исследований Тюменской области занимает 13 место в стране. Вот этот показатель как-то можно подтянуть? Этого вообще достаточно, если заболеваемость уменьшается, количество тестов, наверное, проводится меньше? Правильная логика? Конечно. В целом у нас сегодня продолжает свою деятельность 20 лабораторий, которые вот уполномочены выполнять ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию. И в сутки они максимально могут сделать более 9 тысяч с половиной тестов. Сейчас по-разному в среднем выполняется 4, 5, 6 тысяч тестов. У нас есть обязательные категории для тестирования, которые закреплены приказами Департамента здравоохранения и нормативными документами главного государственного санитарного врача. Поэтому пока, естественно, объемы сохраняются, хотя они стали несколько меньше. У нас доходило до 400 на 100 тысяч населения в сутки. Это в какой период? То есть эти данные, они еще немножко как бы устаревшие? Это да, это уже мы все-таки работаем немного не в таком режиме. Опять же... Судя по статистике, он уже, наверное, и не требуется, да? Да, конечно. И, конечно, есть мысли и обсуждаются возможности сокращения количества лабораторий необходимых. Эти вопросы обсуждаются. Но пока для нас важно, чтобы вся область была охвачена возможностью тестирования как для медицинских учреждений, так и для людей. Вы уже вскользь сказали о категориях граждан. Вот в острый период пандемии это действительно были определенные категории беременные, 65+, с хроническими заболеваниями. Вот эти установки, они получаются по-прежнему в силе или... Конечно, в силе. Во-первых, 65 плюс пленоричий признаков вирусного заболевания острова обязательно делаются беременные женщины. Кроме того, в обязательном порядке делается людям контактным, если у них возникла симптоматика в течение 10 дней. То есть тут тесты тоже обязательные. Я хочу сказать, что абсолютно все пневмонии, 100%, которые выявляются на территории Тюменской области, они тоже тестируются на коронавирусную инфекцию в обязательном порядке. Есть еще ряд категорий. Но сегодня, если можно уже выписать на амбулаторное долечивание с одним отрицательным результатом теста и стационара, поэтому правила меняются, они облегчаются и для людей, и для медицинских организаций. Мы все-таки учимся жить вместе. Мы коронавирусная инфекция. Ну а будем когда-нибудь тестировать пациентов просто с симптомами ОРВИ? А смысл? Нет необходимости? Конечно, нет необходимости. Вот смотрите, для того, чтобы определиться с тактикой ведения пациента с пневмонией, тест на коронавирус обязателен. Потому что от этого будет зависеть то, как вести этого пациента врачу, необходима ли госпитализация и много-много других параметров. И тех, у кого вирусная инфекция протекает легко, я имею в виду коронавирусная, симптоматика практически одинаковая. Ну вот смотрите, мы делаем 4000 исследований в сутки, пускай в среднем. 85 заболевших выявлено. То есть... То есть в холостую вся эта машина большая работает? Ну конечно, все равно надо целевые категории. Ведь ПЦР обязательна для тех, у кого заражение новой коронавирусной инфекцией может привести к фатальным последствиям. Беременные, 65 лет. Парис Ильин, ну вот еще про целевые. Если вот, допустим, тест требуется для санатория, детского лагеря, вот как-то можно записаться в поликлинике и пройти это бесплатно? Ну, для детских лагерей ПЦР-тесты будут делаться, а в санатории уже давно, во всяком случае с конца прошлого года, тест ПЦР не обязателен. Достаточно справка об эпидокружении, как и раньше. Поэтому тут не должны требовать у вас. Если санаторий хочет себя обезопасить совсем, они могут это делать за свои собственные возможности и средства. Да, и организовывать внутри. Ну, надо отметить, что основным рекомендованным методом диагностики ковида остается тестирование. В Тюмени анализы можно сдать в двух десятках организаций. Это медцентры, которые вошли в реестр Роспотребнадзора и получили право на их проведение. Так, например, сдать ПЦР-тест в доктор Арбитайла можно за 2800 рублей. Кровь на антитела за 2500. Результаты будут готовы через 12 часов. В поликлинике «Нефтяник» анализ на коронавирус обойдется в 2730 рублей. На антитела 4000 рублей. Лаборатория «Гематез» делает анализ на COVID-19 по цене в 1500 рублей. Стоимость определения антител любого класса – 900 рублей. Пройти тестирование можно и в государственных лабораториях, так и в НИИ. Краевой инфекционной патологии на республике анализ ПЦР обойдется в 1750 рублей. Ну, прямо скажем, недешево. Мы попытались разобраться, из каких компонентов складывается стоимость ПЦР-теста. Во-первых, это цена расходных материалов, пробирки, флаконы, наконечники. Все одноразовое. Плюс стоимость самой тест-системы реагентов, средств дезинфекции и индивидуальной защиты. Сюда же входят объективные траты, расходы на амортизацию работы приборов, электричества, зарплаты сотрудников. Цена зависит от способа выделения РНК – ручного или автоматического. Вот и получается, что цена в прескуранте сформирована по себестоимости. Ну, хорошо, что у нас сейчас есть возможность выбора. Мария Сергеевна, понятно, что ПЦР-тест сейчас, мы перечислили затрат на него, не может стоить какие-то условные 100 рублей. Но вы допускаете в будущем, что может появиться какая-то дешевая технология определения, есть коронавирус у человека или нет? Вообще, работа в этом направлении ведется? Ну, я допускаю, мы же развиваемся, не только мы, я имею в виду те научно-исследовательские институты, которые над этим работают. Я думаю, тоже мы же получаем, в конце концов, вакцину, которая совершенствуется и которая не требует уже таких температур. Температура низких, да. То есть, я думаю, что с ПЦР-тестами будет то же самое. Лариса Юрьевна, вот исследования на COVID-19, вы отметили, что можно пройти в 20 лабораториях, да? И вы сказали, что если ситуация будет улучшаться, количество лабораторий может уменьшиться. Вот на сегодня, насколько сложно сдать тест вообще бесплатно? Вы знаете, тест сдается по показаниям, а не потому, что человек хочет его сделать. То есть, по желанию бесплатно не получится. Да, по желанию это неправильно. Ну, то есть, да. Почему? По желанию, пожалуйста, но бесплатным он будет только по направлению врача. То есть, когда это определено по показаниям. Конечно, наверное, неправильно делать тестирование просто потому, что человек этого хочет. Потому что по опыту вот этих вот последних месяцев многих, видно, что все равно, конечно, люди паникуют. Но главное это вовремя обратиться, быть под наблюдением врача. Потому что врач при первых вот симптомах, когда появляется необходимость сдачи теста, его сделают обязательно. Никакой, никаких ограничений в том, что вот сегодня врач может сделать только два теста, ну, в смысле назначить два теста какому-то пациенту, такого нет. Если нет, это неправда. Конечно, все всем делается, всем, кому нужно. Ну, вот в конце сентября появилась информация о том, что в клинике диагностическую лабораторию Кубе номер один по нацпроекту закуплено новейшее оборудование, суперсовременный амплификатор экспертного класса для выполнения диагностики методом ПЦР. Сколько у нас вообще таких комплексов? Ну, амплификаторы закупили не только для областной больницы номер один. Вообще за вот этот вот период пандемии мы оснастили восемью амплификаторами медицинские организации Тюменской области. Они есть и в Ишиме, и в Тобольске, и в городе Тюмени, естественно. Собственно, отсюда эти цифры, да? Конечно. И сегодня для областной больницы номер один, где у нас самая крупная централизованная лаборатория, закуплено оборудование, которое позволяет, ну, на первых этапах сократить время подготовки теста до двух часов. Поэтому, как бы... То есть настолько оперативно можно? Да, да. Поэтому сократились и сроки ожидания результатов тестирования. Ну, вот после взятия мазков они начинают свой путь в лабораторию. Специалистам предстоит выделить РНК-вирус. Процедура сложная, длительная, около двух часов. Дальше все зависит от тест-системы. Определить коронавирус можно в один или два этапа. В одних случаях нужно синтезировать ДНК, в других этот этап уже включен в процедуру. Тогда к РНК добавляют реакционные смеси и буквально начинается магия. Биоматериал вместе с необходимыми всеми реакционными смесями попадает в прибор. И там циклически меняется температура и фиксируется флуоресценция. Получается, что мы специальными метками, так сказать, вырезаем кусочек, отмечаем кусочек этого РНК, который специфичен именно для коронавируса нового типа, и многократно его копируем. При этом в процессе копирования мы помечаем вот этот уже копируемый участок зонтиками, у которых есть флуоресцентная метка. В процессе копирования эта метка отщепляется. Чем больше копий мы сделали, тем у нас сильнее светится эта пробирка. То есть в результате мы получаем график роста флуоресценции в данной пробирке. Если флуоресценция нарастает и превышает в какой-то момент порог, значит мы обнаружили коронавирус. Итак, такая процедура занимает около двух часов. После данные сравнивают и перепроверяют. Пациент должен получить результат исследования в течение 48 часов. Экспресс-тест на ковид можно провести уже и самостоятельно, в домашних условиях. Его нужно лишь купить, но здесь есть риск. Можно стать жертвой мошенников. Они создают поддельные страницы интернет-магазинов. Все выглядит очень натурально, но оплата уходит на карту злоумышленника, которого вычислить практически невозможно. В итоге покупатель получает пустышку или совсем ничего. Разговор на эту тему продолжим с представителем Роскачества. На связи со студией старший специалист по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко. Сергей, приветствуем вас. Вот расскажите, как специалисты Роскачества выявляют сомнительные сайты? Вы самостоятельно мониторите сеть или работаете по жалобам пользователей? Как это происходит? Добрый вечер. Да, в основном мы работаем по жалобам пользователей, которые поступают к нам через сайт или социальные сети. Также мы, можно сказать, держим руку на пульсе и активно мониторим актуальные виды мошенничества в сети. Сергей, а вот можно говорить о буме сайтов, где продают тесты пустышки? Много ли их? Да, мы отмечаем рост этих сайтов, так как для потребителей эта тема сейчас весьма актуальна. Но подобный рост продлится недолго. С уменьшением числа заболевших уменьшится и спрос на тесты, а значит и теряют актуальность мошеннические сайты. А как отличить страничку добросовестного онлайн-магазина от сайта мошенников? На какие признаки надо в первую очередь обращать внимание? Некоторые мошеннические сайты сделаны весьма качественно. И на первый взгляд очень сложно определить его истинную суть. Но дело укроется в деталях. Так, к примеру, сайт будет зарегистрирован недавно. Проверить это можно почти на любом сайте хостинга. Сертификат безопасности – это замочек в адресной строке. Если и будет, то, скорее всего, будет на три месяца и выдан совсем недавно. Узнать о этом можно, если самостоятельно зайти в свойства сертификата. Также, если дойти до оплаты, следует обязательно проверить, кому уходит платеж. Если идет перевод по реквизитам частного лица или на электронный кошелек, это повод серьезно задуматься о доверии к этому сайту. Сергей, ну и последний вопрос. Скажите, вообще стоит покупать экспресс-тесты в сети? Если да, то на каких ресурсах? Какие можете посоветовать? Если есть потребность приобрести подобный тест, то лучшим решением будет покупка в физических аптеках или в онлайн-аптеках. Если дойти до физической аптеки не предоставляется возможным, то такие тесты можно приобрести у крупных интернет-магазинов. Но всегда перепроверяйте, на нужном ли вы сайте. Если говорить о целесообразности, следует учитывать, что тесты на антитела имеют погрешность. И если результат необходим точный, то лучше обратиться в лабораторию и по крови выявить количество антител. Сергей, спасибо большое за советы. Надеемся, зрители прислушаются. Вывод нужно быть внимательнее и доверять только проверенным сайтам. А мы продолжим разговор в студии. Это Клариса Юрьевна. В аптеках всей страны, в том числе и в Тюмени, продаются экспресс-тесты на коронавирус. На ваш взгляд, насколько они достоверны или это пустая трата денег? Стоит их вообще покупать? Ну, это смотря для чего вам этот тест нужен. Если вы собрались куда-то, где требуется результат ПЦР-диагностики, то он, естественно, всё равно не подойдёт, нужен результат официальной лаборатории. А для того, чтобы он сыграл роль домашнего психотерапевта и для собственного успокоения, то, наверное, да. Но в любом случае, каждый такой тест требует перепроверки в официальной лаборатории. Потому что даже в наших лабораториях каждый положительный анализ проверяется второй раз. Подобные экспресс-тесты, они ведь используются в здравоохранении? Да, мы их использовали на пике в ноябре, в октябре для стационаров, где оказывалась плановая помощь. Конечно, они позволяли нам выделить пациентов, которые требуют, вот, опасны могут быть и требуют дополнительной диагностики. Не значит, что вот на основе одного только этого теста мы успокаивались. Ну что ж, спасибо большое за беседу. Напомним о тестировании на коронавирусную инфекцию. Мы говорили с начальником управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Тюменской области Ларисой Коноваловой. Главный санитарный врач Анна Попова заявила, что Россия демонстрирует хороший результат в прохождении эпидемиологического процесса. Значительно лучше, чем в большинстве стран мира. И в этом заслуга наших ученых и практиков. К примеру, в США ситуация гораздо серьезнее. Там число жертв COVID-19 составляет уже более 500 тысяч человек. Это больше, чем боевые потери страны в трех войнах. На связи со студией профессора из Вашингтона Анча Баранова. Анча, здравствуйте. Вот какая ситуация сейчас в США по заболеваемости? Цифры уменьшились по сравнению с прошлым годом? И как оцениваете сейчас уровень заболеваемости в стране на фоне мировых цифр? Ну что с США? В США у нас, да, происходит сейчас спад коронавирусной активности. Совершенно точно это заметно. Я думаю, что спад по меньшей мере в два раза. Я бы сказала не по сравнению с прошлым годом, а по сравнению с пиком, который достигнут был после новогодних праздников. У нас вообще наибольшая активность наблюдалась в среднем по США в январе. Сейчас в середине февраля ситуация намного лучше. Сразу хочу сказать, что почему так происходит, мы не знаем. Но я думаю, что процессы в России и в США идут как-то в параллель. Ну и в Европе по тем странам, где пока вариантов коронавируса отмечено довольно-таки мало, у нас тоже происходит спад. А вот варианты, наверное, будут подхватывать. Так что так, чтобы совсем у нас прекратилась эпидемия такого, пока, к сожалению, не ожидается, пока я это предсказать не могу. Ну то есть, США еще не готовы к послаблению. Везде ли действует масочный режим? Ведь ваш новый президент Джо Байден призывал всех граждан в ближайшее время носить маски повсеместно. Люди прислушались? Ну конечно, в США у нас ситуация везде различается. В некоторых штатах у нас больше эпидемий, в некоторых меньше. У нас вообще масочный режим, несмотря на то, что сейчас появился новый федеральный мандат, чтобы маски везде использовались, но они только на федеральной территории используются. А федеральных территорий довольно мало. Ну это, например, национальные парки. Понятное дело, что применение в парках масок, оно не очень эффективно для сдерживания эпидемии, просто потому что там довольно мало народа. Ну что еще? Разные штаты по-разному у нас закрываются по поводу масочного режима. Есть штаты, где размах эпидемии очень большой, а масок там почти нет. Есть штаты, где у нас размах эпидемии поменьше, а масочный режим существует. Я думаю, что пока спад эпидемии с каким-то реальным масочным режимом тоже связать нельзя. Но я думаю, что 100 дней масочного режима, которые, по крайней мере, на транспорте жестко вот сейчас были введены нашим новым президентом Байденом, они вместе с вакцинацией помогут додавить коронавирус, чтобы у нас эпидемия прибилась до какого-то разумного масштаба. Я всем напомню, что США вообще чемпион мира по коронавирусу по сравнению с другими странами. У нас, конечно, размах эпидемии был довольно значительный, и мер по ее пресечению по сравнению с теми же европейскими странами принималось довольно мало. То есть здесь все было довольно-таки нежестко, несмотря на то, что какие-то относительные локдауны были, школы там до сих пор закрыты. Только некоторые дети у нас учатся, в основном дети не учатся. Но, тем не менее, народ как-то не очень слушает вообще власти в этом смысле. Вот если сравнивать, то больше жителей все-таки носят маски или нет? И вот как в общественном транспорте? Меньше следует масочному режиму в сельской местности и в каких-то центральных штатах, и больше следует там, где есть городская местность, и штаты расположены ближе к побережью. Плюс у нас сейчас введен полный мандат на ношение масок во всем общественном транспорте. Причем, если у нас человек едет, например, в Убере, в лифте, то тоже, разумеется, маски, потому что это считается средством передвижения. У нас маску в машине внутри транспортного средства не носят только в том случае, если члены одной семьи внутри машины находятся. То есть муж с женой едет, все нормально. Ну, потому что у них как бы свой коронавирусный пузырь небольшой, и все равно, если бы инфекция у одного была бы, она к другому бы попала. А вот если это просто попутчик, вас подвезли, то здесь обязательно у нас должна присутствовать маска. Сначала хотели сделать жесткое требование, чтобы были маски N95, KN95 на транспорте без клапанов. Но потом все-таки расслабили это, потому что просто этих масок не хватает. Но и дороговатые они все время с людьми бодаться по поводу, принесли они маску или нет с собой. Решено было, что любая маска в данном случае будет подходить. Это, конечно, более расслабленного требования. Ну и вот все люди должны летать сейчас в масках и так далее. Причем они даже так требования специфицировали, потому что было непонятно, что если люди, например, кушают, они могут снять маску, ну и потом кушать 40 минут, час, спокойненько, просто по глоточку отпивать из своей чашечки кофе. Вот теперь сделали такое утверждение в законе, что человек должен надевать маску опять между вот этими глотками кофе или откусыванием кусочка от булочки. Ну что, конечно, наверное, ограничит общее время поедания булочки рядом с незараженным соседом существенно. Что ж, спасибо большое. Напомним, на связи со студией была профессор из Вашингтона Анча Баранова. Говорили мы о ситуации с пандемией в США. Что называется, почувствуйте разницу. Хорошо. Давайте еще ответим на вопрос, который мы задали в начале программы. Надолго ли с нами тесты на коронавирус? Видимо, да, надолго. Будет ли снижаться их стоимость? Не факт. Дорогие реагенты, расходные материалы, прочие затраты. Что касается самостоятельного тестирования, то тесты специалисты рекомендуют приобретать в проверенных и известных магазинах. Ну а лучше всего в аптеках. При этом они обязательно должны иметь регистрационное удостоверение. Правильнее всего при симптомах вызвать врача. Он проведет осмотр и скажет, нужно ли проводить исследование.